Шоколадный шоколадный фестиваль Но все же, о шоколаде, если мы говорим, как давно возник этот праздник и вообще, если говорить о шоколаде, насколько это давнее явление? Так, давайте по порядку. Первое, мне всегда задают один и тот же вопрос. Любите ли вы шоколад? Едите ли вы шоколад? Да, я люблю, я ем, много ем шоколада и все, что забраковывается, ну, например, я работаю и капельки шоколада падают на стол, то есть не на рабочий праздник. Я вам предлагаю вакансию открыть, я готов на эту вакансию прийти, там, не знаю, поедатель остатков, ну, что-то такое. Пока должность занята мной, но я уже рассматриваю, потому что фигура начинает... А мне вот как раз надо, мне все говорят, когда ты поправишься, вот как раз, видите, я нашел человека, который поможет мне. Здесь больше играет роль другая, значит, шоколад фигуру не поправляет, вот, да. Дело в том, что натуральный шоколад, он является натуральным продуктом, в нем нет, не должно быть никаких пальмовых масел, там, ни машинного масла, никакого, только какао-масло. Значит, на плитке шоколада или там на изделии должно быть указано какао-тертое или какао-масло. Что такое какао-тертое? Это перетертые какао-бобы, то есть это и какао-порошок, и какао-масло. Что такое какао-масло? Это продукт переработки какао-бобы, то есть отжатые, измельченные какао-бобы, то есть просто... Выжимка с них, скажем так, да. Выжимка какао-масла, вот, а то, что остается, жмых этот, он перетирается и получается, поскольку он там... Безысходное производство, без опасностей. Это является какао-порошком. Какао-порошок натуральный, хороший, красивый, должен быть жирностью около 22%. То есть это такой мощный энергетический продукт, когда мы его пьем утром, получаем заряд бодрости. А уже какао-масло, конечно же, это продукт вообще необъяснимого количества микроэлементов, полезных веществ. И даже можно во время ангины, какой-то болезни, кусочки какао-масла. А болезни именно с воздушно-капельными путями? Да, очень полезное какао-масло. Я помню, я был маленьким, и мама давала какао-масло, покупали просто его в аптеке. Вот кто прививал любовь с детства к шоколаду. Итак, шоколад. Откуда шоколад взялся? Кто шоколад начал первый делать? И сколько лет шоколаду? Кому благодарить? Да, благодарить индейцев Южной Америки, индейцы майя, ацтеки. Значит, это было в 1519 году, когда испанские конкистадоры во главе с Фернаном Кортесом приплыли на берег Южной Америки в Мексику и попробовали шоколад. Но первый человек, по праву считается, который попробовал шоколад, это же, конечно, был Христофор Колумб, который открыл Америку. И он на это не обратил внимания, а уже Кортес обратил внимание на то, что шоколад дает бодрость, шоколад дает... То есть, по сути, там уже обрабатывали как-то эти какао-бобы? Нет, это был старый индейский способ, то есть, брали какао-бобы, брали такую ступку большую, их измельчали, превращали в такую кашицу, и потом эту кашицу в нее клали специи разные, воду, кукурузную муку. То есть, какао-продукт такой получался? Да, но он использовался во время вот этих пиршенств. Конечно же, индейцы были каннибалами, поэтому туда еще докладывали какие-то специи, очевидно, которые дурманящие были, поэтому люди входили в транс, люди пили вот этот напиток, то есть, это был немножко не такой напиток. То есть, возможно, шоколад использовали как приправку к мясу даже? Да, да. Возможно, все попробовали. И европейцы это попробовали, привезли на континент, и уже началась новая эра, не сто лет шоколад держали в тайне, потом выкрали рецепт, и когда рецепт попал во Францию, конечно же, началась эра шоколада, эра покорения Европы. Щедрая душа французов подарила его всему вину. Сначала добавили туда сахар, то есть, шоколад только варили, пили. А уже сравнительно недавно, там 150 лет назад, после того, как Конран Ван Хаутен изобрел пресс вакуумный, сумели отжать какао-масло, и после того, когда уже отжали какао-масло, смогли сделать, очень спорный вопрос, кто же первый сделал теперешний шоколад в виде плитки, но пока как бы отдают предпочтение компании «Фрай и сыновья». Они сделали такой продукт трехкомпонентный, это был какао, сахар и какао-порошок. Ну, то есть, по сути, то, что и должно быть в шоколаде, потому что сейчас очень много всего домешивают, комешивают. Переворачиваете, вот, четыре основных продукта, например, Что не должно там быть в никаком случае? Растительных жиров, никаких посторонних жиров, вообще, ни сливочного масла, ни растительного, ни пальмового, ни молочных жиров, никаких. Только, например, сухое молоко, потому что жидкого молока в шоколаде никогда не было. Вот здесь и молочный шоколад, то там присутствует сухое молоко. Там нет потом какао-масла и соевый лицетин, какао-порошок, все. Если мы говорим о белом шоколаде, то как там? Потому что есть все, что это не шоколад. Белый шоколад – это желание потребителя купить что-то такое невероятное. Ну, то есть, это наряду, если будет и красный шоколад, то есть, это тоже непонятно, что. То есть, нет, белый шоколад – это продукт, какао-продукт, однозначно, там на основе какао-масла, но там нет какао-порошка. По сути, вот это свойство горькости шоколада делает какао-порошок. Какао-масло – это свойство шоколада, вот свойство послевкусия, свойство влияния, вот расширения сосудов – это какао-масло. Ну, то есть, все равно, скажем так, от шоколада получаешь позитив, даже если это белый. Да, конечно. Например, белый шоколад используется вот для декорирования, да. Вот такая вот дамская туфелька, в принципе, делается там за полчаса времени. Нужна форма 3D, заливается шоколад, обливается, внутри она полая, сюда можно положить, например, конфетки. Некоторые несознательные девушки покупают маленькие бутылки ликера, вставляют и дарят подарок. То есть, вот такой элегантный подарок. Но я хочу сказать, что с вашими формочками, мы вот те, кто в соцсетях подписаны, вот буквально перед эфиром только говорили, мне очень понравилась рыба, просто вживую, похоже, реально. Приходит девушка, говорит, у меня муж рыбак, нужна рыба. Я говорю, ну, знаете, есть там, знаете, рыбки есть такие, похожие, как на детские игрушки. Из разряда Немо. Да, нет, нет, просто как детская игрушка, то есть, игрушечная рыба. Она говорит, дайте мне вот что-то натуральное. Как сделать натуральное? Я долго смотрел, смотрел, думал, пошел в магазин, купил тарань, вот, залил ее силиконом пищевым, вот, есть особенность приготовления вот этих форм. Формочек? Вот, да. И мне специально из Америки получаю пищевой силикон, заливается и получается форма тарань. Ну, она реально была, просто как настоящая. И причем, отличие от каких-то твердых форм, твердые формы в основном не детализируются до точности, силикон детализирует все, создается копия реального какого-то продукта. За счет того, что он сначала жидкий, потом застывает, как бы может попасть в любую щель. Щель, да, и вот глазик, чешуя прорабатывается до каждого, то есть, даже в мельчайших, что такое чешуя рыбы? Это там 0,001 толщина, вот. Вот, силикон повторяет вот эту уложенную чешую, и рыба получается, ну, вылитая тарань. Так что вот так, друзья, видите, фантазия работает. Вот, например, один из наборов конфетных. Как я люблю раскрывать коробки всякие. Коробочка для меня это вообще целый ритуал. Вот, то есть, вот здесь, например, несколько вкусов. Это трюфель с жасмином. Это, ну, моя гордость, конфета с шампанским мадам Клико. Она вот такого матового цвета. Да, это специальное покрытие, кандурин называется. Это внутри молочная конфетка с молочным шоколадом и жидкой карамелью. А это фисташковый трюфель с чаем мачо. Значит, что это за чай? Это особо ферментированный чай, который, во-первых, он японский и порошковый. Его пьют там тоже в особых случаях. И когда эта заварка попадает в сливки, то есть, в принципе, чай остается в конфете. Сливки завариваются с чаем, и сливки приобретают зеленый цвет за счет чая. Круто. Поэтому вот такая вот шоколадная радость. Мы видим, что мир не стоит на месте, развивается. Ну, а это, конечно, совсем, можно сказать, даже моя большая гордость. Этот шоколад уезжал даже в Бельгию, Францию, Англию, Америку, Австралию. Уже около 11 стран, которые он посетил. То есть, у вас уже такой подобный флешмоб на флешмоб света Чабановой, который свои открытки рассылает по миру. Да. Вы теперь шоколад. Наши клиенты приезжают и говорят, что бы подарить из Николаева. Я сделал вот такую вот интересную форму. Очень круто. Знаете, похоже, как на Ольве висит вот такая же форма. Да. Это такая большая медаль. На ней пять наших достопримечательностей. Два моста. Варваровский, Ингульский. Памятник флотоводцам. Зоопарк, конечно же. И циркушка на Соборной площади. Значит, чем характерен этот шоколад? Ну, это базовый шоколад бельгийский Барри Калибаут. Мы его получаем из Бельгии. А форму делали мы здесь на месте. Сейчас мы не стоим. Мы идем дальше. Создаем новые формы. Каждая отдельная вот эта фигурка у нас есть в отдельно маленькой шоколадке. То есть, мы маленькие шоколадки даже не знаем, куда уезжали. Они уезжали там, например, 50 штук в Польшу, 100 штук в Германию. И человек едет, говорит, дайте мне, мне надо обойти кучу знакомых и каждому дать... Подрить что-то с Николая. Я сейчас ищу такую скульптуру. Естественно, с возвратом, если, возможно, телезрители у кого-то есть. Я готов сделать такую же шоколадку и подарить... Вам за предоставление формы? Для предоставления, временного предоставления формы мне нужна Багира и Маугли. То есть, это логотип нашего зоопарка. Я понял. В советское время выпускали их, поэтому я думаю, что у кого-то может не найдется. Очень хочется, чтобы был именно зоопарк, потому что наш зоопарк – это достояние не только Украины, но и Европы. Но я вам хочу сказать, что медаль настолько пахнет, знаете, то ли из-за количества, то ли из-за того, что насыщенный такой зоопарк. Здесь особый шоколад – это молочный карамелизированный шоколад. То есть, он не просто сладкий, он совсем сладкий-сладкий. То есть, не просто так мой нос все учуил. То есть, достаточно его просто открыть, и вот такое большое помещение будет запахом. Как хорошо. Аромат пошел по следу. Будем сегодня весь эфир вспоминать о том, что первый гость у нас был вот с такими сладостями. Вам спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в студию. Вас еще раз с праздником. Поздравляем, друзья. Вас также не забывайте, если у вас есть логотип нашего зоопарка, обращайтесь к Николя. На Соборной можно его найти в любое время дня и ночи. Ну и, конечно же, будем надеяться, что скоро появится такая вот фигура, логотип нашего зоопарка в шоколаде. Субтитры создавал DimaTorzok